Я переехала из России в Чехию год назад. Это ни много ни мало, но мне уже есть чем рассказать. И сегодня хочу поговорить о 10 минусах Чехии. Признаюсь честно, эта тема далась мне нелегко, так как мне нравится жить в Чехии. Поэтому, возможно, это не такие же проблемы для тех, кто живет здесь. В принципе, как и для меня. Наверное, я все-таки назвала бы их особенности жизни в Чехии, которые непривычны для многих иммигрантов, проживающих здесь. Но считаю нужным рассказать об этом тем, кто собирается сюда переехать. А дальше уже решать вам, проблема это или нет. Всем агой! Меня зовут Алекс. Кстати, первый раз меня так назвали на работе здесь. Итак, спасибо, что на моем канале. И самая популярная фраза на ютубе. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Поехали! Я, как и любой другой человек в современном мире, люблю сидеть в интернете. Нет, не только залипать в инстаграме. Кстати, можешь и на меня там подписаться. Считаю, интернет в наше время неотъемлемая часть нас. Например, интересует, что такое тердельник? Загуглил. Проезд до крутого пивного бара? Посмотрел в карте. Пока едешь в трамвай, включи аудиокнигу или подкаст. Бабуля прислала картинку, позвонила ей по WhatsApp и пожелала ей здоровья. Все эти полезные, не совсем полезные дела можно делать, когда у тебя всегда есть интернет под рукой. Так вот, если ты не готов платить кругленькую сумму за тарифы, то и истории в инстаграм будешь выставлять уже вечером, когда дома подключишься к Wi-Fi. Цена на самый минимальный тариф в 1 гигабайт интернета будет стоить 300 крон. Я уже таких объемов и не помню. А если взять, например, тариф с безлимитным интернетом, звонками и смс, то это обойдется в 800 крон. Да, возможно, есть и другие операторы, более-менее дешевле и выгоднее. Но я сейчас говорю о самом популярном операторе Vodafone. А на минутку я в России за безлимитную связь и интернет платила 400 рублей. Так вот, по-прежнему в Чехию будь готов выделять из своего бюджета на пополнение баланса телефона немаленькую сумму. Следующий, так сказать, минус – чешский язык. Прекрасный язык, интересный, в каком-то смысле по-доброму забавный для граждан РФ. Слово «каки» все уже, наверное, знают. Это хурма, ничего не подумайте. Так вот, если ты вкладываешь его в изучение силы, время, деньги, а по итогу выезжаешь куда-нибудь в другую страну Европы, и на чешском тебя уже никто не понимает. За это время можно было выучить английский. Его понимают больше половины европейцев. Хотя кому мешает изучать сразу два языка? Например, мне. Тут хотя бы один выучит. Третий минус – это цены на жилье. Оно здесь дорогое. С другой стороны, это спорный пункт, потому как, если человек из Москвы посмотрит это видео и сравнит цены, то не будет значительно отличаться. А в Москве, насколько знаю, цены на аренду жилья и покупку не дешевые, такие же, как и в Чехии. А вот если сравнить с остальными городами России, к примеру, мой город, в котором я жила, то там цены значительно ниже, конечно, чем в Чехии. Ну, например, мы в своем городе, здесь в Чехии живя, снимаем однокомнатную квартиру 40 квадратов, примерно 500 евро. И, кстати, на данный момент цены на недвижимость в Чехии растут. С одной стороны, это плохо, с другой – хорошо, так как твоя квартира не продешевеет, если ты приобретешь ее сейчас. И я считаю, купить квартиру в Чехии – это отличное вложение денег и инвестиция, так скажем, в будущее. Поэтому у кого там есть лишние 10 миллионов – welcome в Чехию. Ладно, едем дальше. Жилье купили, теперь машина нужна. Кстати, машина БУ здесь совсем недорогие, и налогов на них нет. Но есть дорогой бензин. Кто там жалуется, что бензин растет? Сколько он сейчас стоит в вашем городе? Пишите в комментариях. Так вот, когда дорастет до отметки европейской, тогда и жалуйтесь. А лучше сразу переезжать в Чехию. Итак, цена, посмотрим внимательно, за 1 литр примерно 32 крона. Вот так вот, как говорится, выживаем как можем. Ладно, пока машины у нас нет, но этот пункт и не пугает ее приобрести. Как бы там ни было, машина здесь необходима, я считаю. Хотя бы старенькая, потому как путешествовать и захочешь 100%. И на машине здесь очень удобно, быстро и комфортно. Хотя поезда здесь тоже классные, комфортабельные, как и автобусы. Пятый пункт. Медицина, это самое интересное, я считаю. Нас слышно о многом на самом деле, говорят все по-разному. И хорошее, и плохое. Кто-то доволен, кто-то нет. Но так как я пока ничего не могу сказать о качестве, потому как я еще ни разу не обращалась к врачу, слава богу, не приходилось. То и рассказать, как тут обстоят дела, могу только малость. Например, что для нас стало небольшой проблемой, так это необходимость в поиске частного семейного врача. Да, собственный врач, которого ты сам должен найти и встать к нему на учет. Ну, окей, говорится, по их правилам, найти так найти. Думали, что мы найдем его легко. Но, как оказалось, не все так просто. Чтобы попасть в врачу, нужно обзвонить кучу списков и узнать, есть ли свободные места к тому или иному врачу. Некоторые не берут, например, без знания языка. Нужен хотя бы переводчик. У нас уже есть врач. С этим вопросом нам помогли друзья. Они узнали, что клиника набирает новых пациентов и предложили нам съездить туда и встать на учет. Собственно говоря, что мы и сделали. И впечатление у меня, кстати, от этой больницы очень даже положительное. Уровень отношения к пациентам отличный. Обстановка внутри супер. Все чисто, аккуратно. Мы прошли переначальный плановый медосмотр. Сдали все анализы. Завели медкарту. Заполнили все данные о нас. Начиная от того, какие прививки ставили. Кто чем болел в семье. И до вопроса, сколько раз в день я пью кофе. Результаты анализа пришли в СМС. Я ничего не платила, потому как есть государственная страховка. И что еще хочется добавить к этому пункту, так это лечение зубов. Очень дорогое здесь. Берегите зубы. Если хотите, поберечь свой бюджет. А стоматологи, если вы вдруг хотите переехать и не знаете куда, теперь знаете, в Чехии вы хорошо можете зарабатывать. Что и минус. Ранее жить в Чехии. Да, мое самое наболевшее. Мои ранние смены на работе начинаются в 5.30 утра. И, соответственно, встаю я еще раньше в 4. 6 утра? Да. 6 утра? Вы шутите? Нет. 6 утра? К такому я привыкла не сразу. Жаловаться не буду, потому как это не так страшно и выполнимо. Например, мужу дается это легко. Он сразу всегда любил вставать рано утром, и 4 утра для него не проблема. А выходя на улицу, в такое раннее время уже можно увидеть движение, толпы народа на остановках. В общем, жизнь у них кипит уже с 5 утра точно. А вот для тех, кто любил поспать подольше, будет не так весело вставать по утрам. Но зато отработая 8 часов на работе, в 2 часа дня ты уже дома. Ну и ложиться спать ты уже будешь, конечно, в часиках 9 вечера, а то и 8. Это, конечно, относится к тем, кто едет сюда работать на завод, склады, и зачастую придется работать в 2 или 3 смены. Ранние, дневные и ночные. Ну а теперь, милые дамы, седьмой минус. Это пункт, скорее всего, для нас. Индустрия красоты. Делать красивый маникюр, трешку с покраской в ближайшем салоне у вас не видит. Ну, точнее, выйдет, но результат вас не обрадует, потому как в основном качество с нашим российским отличается явным. И не совсем довольным остаются девочки, побывавшие в местном салоне Чехии. Не хочу обидеть никого, но жалуются многие. Для меня стала проблема то, что я не сразу смогла найти мастера маникюра и мастера по наращиванию ресниц, так как здесь их не так много. Я пыталась обратиться к инстаграму, где, в принципе, нашла там наших русскоязычных девочек, которые живут здесь в Чехии, в моем городе, и занимаются этим. У них это получается, конечно, отлично, но их не так много. В Праге, например, их гораздо больше, нежели в моем городе, где я сейчас живу. А вот по поводу косметологов могу сказать наоборот, уровень профессионализма и качество инъекций выше. Восьмой минус. Климат Чехии. Да, здесь мягкая зима, похожая на холодную осень, жаркое лето, небольшое количество осадков, комфортная осень, ранняя теплая весна. И бывает так, что в мае можно уже ходить в платье. Основной минус – это резкие перепады температур в течение дня. Например, ранее осенью градусник может показать с утра около 5 градусов, а днем до 20 подняться. Это стоит иметь в виду тем, у кого перемены погоды отражаются на общем состоянии здоровья. Например, мы жили на севере, для нас перепады не так страшны, у нас перепады там были еще хуже, поэтому здесь мы, наверное, этого не замечаем. Но, так как многие тоже жалуются на погоду и перемену здесь, поэтому я решила, что этот пункт должен быть здесь. Девятый минус – почти нет круглосуточных магазинов и аптек. В крупных городах, возможно, не есть несколько магазинов, которые работают по ночам, а в некоторые государственные праздники они не работают совсем. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы заранее закупать необходимые продукты перед большими праздниками и гуглить, по каким праздникам не будут работать магазины и аптеки. Ну и еще, кстати, они работают на заправках. Десятый заключительный минус – это работа, тяжелый физический труд. Если вы переезжаете в Чехию по трудовой карте как недипломированный специалист и собираетесь идти работать на завод или склады, то непривычному человеку в этой сфере будет физически тяжело. Потому как работы здесь разные, есть и тяжелые, как линии, где непрерывно по несколько часов стоишь на ногах, выполняя определенную монотонную работу. А есть и сидячие, к примеру, где ты должен выполнять норму. Но есть к чему стремиться, например, заниматься больше спортом, а еще выучить язык и найти работу уже по душе. И, подводя итог, в минусах ничего на самом деле страшного нет. Но к нему лучше быть готовым заранее до переезда в Чехию. Всем агой! Еще увидимся на моем канале.